всем привет дорогие друзья меня зовут александр вы смотрите канал tech for blind сегодня будет необычная для меня тема а именно сразу раскроем тайну платежное кольцо и не какое-нибудь а от высохом где-то примерно в сентябре наверное в середине сентября 22 года валентин выпустил видеоролик и сообщил всему нашему сообществу что он выпускает свой первый продукт а именно платежное кольцо что это такое это банковская карта встроена в серебряное кольцо и пройдя все этапы регистрации различной вы при помощи этого кольца сможете оплачивать различные покупки в терминалах ну то же самое что можно делать банковской картой с бесконтактной оплатой это же можно делать и при помощи данного кольца вот так вот красиво выглядит коробочка и вот так вот она раздвигается можно сказать я играю на гармошке у прохожих на виду когда валентин начал рассказывать об этом кольце появился специальный сайт чтобы можно было его пред заказать дело в том что такие вещи мгновенно не производится пока у нас и нужен был месяц на то чтобы собрать предзаказы на сайте опять же это было вот в середине сентября точную дату не помню и обещали что через месяц где-то в середине октября кольца поступят в продажу но как всегда что-то пошло не так и в итоге забегая вперед скажу что кольцо я получил только после нового года ну давайте по порядку первый продукт от вилсаком и компании payring компания payring уже занималась какое-то время производством подобных колец но там были керамические кольца от россельхоз банка я если честно кроме сбера и теньков банков особо не знаю но еще альфа банк но и кольца от вилсаком работают с мтс банком вот это на мой взгляд такой первый минус но хотя банк вроде нормальный в с точки зрения того что со сбера опять же можно и банкомат сбербанковский использовать и можно переводить деньги со сбера и обратно вроде бы все без комиссии но опять же большие суммы я переводить пока не пробовал так вот презентовал валентин кольцо и первая партия состояла из тысячи штук сейчас мы достанем его из коробочки и посмотрим внимательно на каждом кольце из этой партии есть порядковый номер то есть это такое лимитированное издание также на нем есть надпись вилсаком и вроде как на новых кольцах такой надписи больше не будет вот так выглядит кольцо здесь изображение печатной платы надпись вилсаком и есть порядковый номер у меня это номер 35 я не знаю может быть надо держать этот номер в секрете но тем не менее ну и в комплекте здесь есть небольшая инструкция которая показана как нужно кольцом пользоваться нужно перейти на специальный сайт по qr-коду чтобы кольцо активировать лимитированное издание тысяча колец и валентин сказал что могут быть всякие сюрпризы кому-то я кольцо сам привезу кому-то пришлю не серебряное кольцо а золотое а может быть кому-то там iphone подарю и что-нибудь еще но в общем он не говорил что это будет сто процентов почему-то многие в интернете стали писать ой а где же мой iphone а где же мой apple watch было обещано что вот первая тысяча человек вступают в некий клуб в котором потом будут какие-то плюшки может быть какие-то мероприятия будут проводиться и так далее я хотел получить это кольцо в первую очередь чтобы рассказать о нем вам рассказать о том удобно ли это использовать как это работает и все такое мне помогли мои друзья в приобретении и вот эта лимитированная версия стоила 16 тысяч рублей сейчас есть также кольцо серебряное по моему отличается немножко дизайн стоит она 13 тысяч рублей есть кольцо за 200 тысяч золотое и есть кольцо керамическая белая керамика и черная керамика за 6000 рублей но ссылочку на видео валентина и на сайт где это можно купить мы оставим в описании это не реклама просто я вам рассказываю о продукте и показываю где его можно купить предзаказ в первый день сделать не удалось сайт видимо не выдержал такой нагрузки но на второй день уже все нормально заработала и можно было оплатить и указать адрес доставки через месяц к сожалению ничего не произошло 1 ноября пришло письмо что производство усложнилось поставки задерживаются но наберитесь терпения и где-то там в середине ноября было письмо что уважаемый член клуба willsacom и все такое в общем приятно но продолжали мы ожидать сказали что скоро отправим вам трек номер и прошел еще примерно месяц я в комментариях под видео о кольце увидел что люди уже его получают валентин тоже стал снимать некоторые ролики о том что он кольцо кому-то подарил кому-то привез ну я думаю может быть про меня забыли написал в комментариях что я вот пока ничего не получил и практически в тот же день пришло письмо от payring что мы о вас помним делаем все возможное ну и 28 декабря пришел трек номер и пришло уведомление от компании сдек что кольцо ко мне идет поскольку я работаю в москве и заказывал доставку на московский адрес для меня доставка была бесплатной люди из регионов говорят что доставка может быть платной 9 января компания сдек доставила мне вот эту красивую коробочку заднюю сторону я вам не показываю потому что там есть штрих-код который нужен для банка и на всякий случай показывать вам его не буду чтобы активировать кольцо нужно пойти в любой салон мтс я с удивлением обнаружил что вокруг меня вот здесь в районе метро полежаевская в этот самый салон мтс есть только в торговом центре хорошо а здесь около ксрк и даже около метро у нашего выхода салонов почему-то нет но оказалось что в подмосковье где я живу есть салон недалеко от станции mcd ну я думаю пойду я туда предварительно я естественно перешел по qr-коду на сайте забил все данные свои первый раз почему-то произошел сбой а второй раз мне система написала что все успешно оформлено и ждите sms подтверждение sms не пришло я думаю ладно пойду в салон там разберусь пришел в салон они говорят без sms мы ничего не можем зарегистрировать кстати многие подписчики валентина говорили о том что приходят в салон мтс и там люди вообще не знают о чем речь у меня такого не было видимо москва и подмосковье в курсе сотрудник один знал про это кольцо но без sms они не сказали что не получится активировать кольцо предложили позвонить мне в банк я позвонил в банк и там девушка мне сказал что сотрудники все-таки могут мне оформить этот тариф но сотрудники что-то перепутались для чего-то выпустили мне кредитную карту еще с моим плохим остатком зрения я не стал сильно углубляться в чтение вот всех этих смс которые пришли я испугался на самом деле что выпущена кредитная карта и сказал что все ребята я иду домой разбираться с этим но тут как бы я сам виноват не дождался sms претензий у меня нет и в тот же день вечером я еще раз прошел эту регистрацию на сайте и наконец мне пришла sms на следующий день я посетил салон достаточно быстро мне там все сделали тоже сотрудники были в курсе это уже было в москве единственная сложность на мой взгляд то что при оформлении документов нужно прописать фамилию имя отчество от руки и как вы понимаете нам инвалидам по зрению это сделать сложно сотрудники говорят что только собственноручно больше никак то есть надо брать наверное с собой кого-то человека или вот в моем случае я писал как курица лапой рукой очень долго это и нудно кроме того что написать фамилию имя отчество нужно поставить несколько подписей и написать что я подтверждаю точность предоставленных данных в общем я как мог это писал текст в поле не помещался в общем это было для меня не очень просто но с другой стороны я понимаю что это банковские дела и не все банки адаптированы для таких вот людей как мы и установив приложение мтс банка я обнаружил там как бы дебетовую карту что касается приложение мтс банк доступность там ну можно сказать на три с половиной а то и на четыре балла по крайней мере на iphone я это проверял до всех пунктов можно добраться но есть некоторые кнопки которые просто молчат например кнопка пополнить карту и кнопка перевести ее можно подписать средствами voiceover но нужно знать где какая кнопка да то есть нужен зрячий человек чтобы он вам помог на этапе первоначальной настройки вот этого нашего приложения при оформлении предзаказа можно было выбрать один из трех размеров 17 19 и 21 я если честно особо с кольцами дело не имел у меня было только обручальное кольцо мне сказали что это у меня двадцатый номер но она достаточно туго на мой палец безымянный надевается поэтому я понял что мне нужен размер 21 с другой стороны это самый большой размер наверное бывают люди у которых пальцы еще толще чем у меня кстати валентин под видео обещал какое-то приложение для определения размера кольца я его если честно под видео не нашел но может быть это моя проблема я сам не досмотрел что-то еще такой нюанс я поскольку инвалид по зрению у меня есть социальная карта москвича и когда я этой картой пользуюсь я ее беру в правую руку поэтому чтобы не было конфликта я решил использовать кольцо на левой руке ну вот на среднем пальце я его ношу мне она как раз вот по размеру сюда хорошо подходит чтобы кольцо правильно сработало его нужно держать параллельно терминалу то есть не открытую ладонь прикладывать чтобы кольцо перпендикулярно было а сжать руку в кулак и вот так вот как бы положить на самом деле в инструкции об этом написано и ну нужно пару раз представить это как оно должно работать и дальше вообще все работает без проблем вплотную кольцо прикладывать не обязательно достаточно вот как бы сжать руку в кулак и приложить к терминалу я проверил это на парочке терминалов в магазине пятерочка и у нас в столовой мы постараемся снять короткую вставку как я буду оплачивать обед в столовой карты вот друзья здесь обычный терминал такой как бывает в магазинах можно уже хорошо о также у нас к срк есть банкомат сбербанка он поддерживает работу с картой бесконтактным способом но там есть специальная область куда нужно прикладывать карту или телефон так вот кольцо туда тоже прикладывается и сбербанк определяет это как карту стороннего банка но я попробовал можно снять деньги без комиссии правда я пробовал какую-то небольшую сумму и также можно внести деньги без комиссии это на самом деле важно для меня потому что я пользуюсь сбербанком в основном друзья вот банкомат вот такой красивый у нас есть к срк недавно его установили с озвучиванием его пока есть проблемы как только их исправят мы расскажем вам о том как с ним работать но сейчас не об этом да вот у нас область куда нужно прикладываться и вводим пин-код пин-код вы сами конечно же устанавливайте если это стороннего банка карта то ее нужно подтверждать и и давайте я попробую внести наличные кладем деньги в лоток но вот мне пришло уведомление что деньги поступили на счет поэтому эксперимент удачный выходим друзья но и давайте попробуем приобрести шоколадку в автомате здесь есть такой вот карта приемник активируем его и вводим номер продукта у нас 33 и и вот он просит приложить карту можно сказать я приложил кулак вот можно оплатить работу нашего оператора в инструкции написано что кольцо в принципе влага защищенная можно мыть руки я не снимаю кольцо даже когда принимают душ там написано что не подвергать воздействию агрессивных жидкостей но наверно кислот всяких и высоких температур но вот когда горячей водой моешься я не знаю наверное можно ну по крайней мере я два дня ношу это кольцо и я и купаюсь в нем и сплю насчет того как оно носится я небольшой фанат колец но хочу сказать что форма у него такая вот достаточно квадратная поэтому нужно к нему немножко привыкнуть обручальное кольцо у меня было округлое а у этого кольца форма квадратная и иногда так как-то удивляешься ой а что у меня такое на пальце друзья ну и подводя итог хочу сказать что это крутая штука хочу поздравить высоко с их первым продуктом валентин молодец развивается что-то придумывает новое жалко конечно что только мтс банк мне вот лично хотелось бы сбер ну может быть когда-нибудь мы увидим кольцо и от сбербанка с точки зрения удобства использования конечно же это классно потому что карта как бы у вас всегда с собой главное не приложить ее куда-нибудь случайно но вот из-за того что нужно именно параллельно располагать относительно терминала то случайно это вряд ли получится я переживал первое время что в автобусе около валидатора за поручень берешься то можно случайно оплатить поездку но вроде нет все нормально тут не такое уж большое расстояние и наверное делали кольцо это с учетом таких всех ситуаций в общем мне нравится когда я первый раз оплатил покупку в пятерочке я шел и такой как мальчик улыбался радовался было мне очень хорошо поэтому спасибо большое валентину спасибо большое моим друзьям которые приобрести это кольцо помогли ну а вы подписывайтесь на канал ставьте лайки и пишите свои интересные комментарии до новых встреч а так не видно сейчас куда его здесь сейчас он будет падать между ног засунем как всегда я хотел снимать ролик провел соком а он сказал что бросает пить точнее вышел ролик под названием я больше не пью оказалось что это не про алкоголь но сразу доверие мое к нему пропало ладно это шутка это в backstage пойдет сегодня у нас такое блин всеми мне необычное видео сегодня у меня интересное для меня сегодня у меня будет необычное да блин почему у меня как до необычная для меня тема а вот блин что сегодня туго идет ребята не могу я ой она хупала из между ножи моего вывалилась вот так вот красиво выглядит коробочка и у нее такая фишка раздвижная блин я не могу это было после обеда снимать что я не сказал на твой взгляд что-то мне смс какие-то валят без к может я уже оплачиваю учета нет вроде пакет пакет ты мне по пояс снимаешь я надеюсь это у меня там провода висит